Тема на мою пробу днес Матрица времени Мудрёное такое название Мне нравится это понятие Матрица, оно в последнее время очень популярно Я люблю первую часть фильма Матрица Могу смело назвать, что прообраз Мессианский, христианский фильм Примерно такой же фильм Как и христианский Или произведение пастыря Рик Джойнера Тоже отличается такой направленностью Еще раз напомню, что этот фильм запрещен в арабских странах Фильм Матрица запрещен в арабских странах Потому что он признан там Мессианским фильмом Рассказывающим об Иисусе Христе Еще в большей степени Знаешь ли, как прообраз Нео, знаешь, как переводится? Это новый человек, новое творение Новое творение во Христе Иисусе Который раскрыл суть Матрицы Таинство Матрицы Матрица Матрица – это что-то таинственное Матрица – это нечто таинственное Это что-то, из чего сотка наша материя, в которой мы живем Как вы думаете, кто создал материю времени? Я думаю, что ответ очевиден для христиан Я убежден, что время создана Богом И время создана для нас, людей, для человечества И время нам дано на малое время, на самом деле И мы призваны научиться распоряжаться временем Как определенной ценностью Давайте мы откроем первое место Которое написано в Псалтере Псалом номер 89 12 стих Скорее всего, есть перенос на болгарском языке Попробуйте 90-й Псалом Может быть, в Болгарской Библии 90-й глава 90-й Псалом 90-й глава 90-й Псалом Так 12-й или 11-й 12-й или 11-й стих 89-й глава 11-й, 12-й стих 12-й стих А не первый, как вы выставили Там, где написано Научи нас так счислять дни наши Чтобы нам приобрести сердце мудрое А, да, точно Твай стих Точно Итак Научи нас так счислять дни наши Чтобы нам приобрести сердце мудрое Научи не така добро не днитесь Что-то, да си придубим мудрое сердце Псалмопеец Он обращается к нам И с такой просьбой Чтобы Бог нас научил Так счислять дни Чтобы нам приобрести мудрое сердце Как приобрести мудрое сердце И как да придубим това мудрое сердце Как научиться правильно исчислять время Как да се научим правильно Доброе дните си Знаете, хочу раскрыть Одну такую тайну Может быть, для кого-то это известный факт Аз ще ви расскажа една тайна Может быть, за някого известен факт Что для Бога время не существует Что за Бог время не существует Бог апеллирует понятиями вечности И Бог, в сущност, работи с понятието вечност Библия говорит о том, что для Бога Один день как что? И Библията казва, че за Бога Един день като какво? Как тысячи лет Като хиляди години И тысячи лет как что? И хиляди години са като какво? И тысячи лет как один день Те са като един день То есть, это место из Библии говорит о том, что Для Бога время, оно настолько эфемерно То есть, това место из Библии говорит о том, что за Бога времето е Что-то е иллюзорно Это то, что создано для нас Бог са крит вечности И Бог се крива в вечността Давайте мы пойдем дальше Нека отсидим нататък Пока нам надо просто запомнить, что Бог живет вне времени Сегодня я хотел, вы знаете, я для себя открыл Такую одну таблицу Такой интеграл Который помогает разобраться, что такое время Я думаю, что кто-то сталкивался с этой таблицей, которая носит название Дэвида Эзинхауэра Някой от вас, сигурно, се изблзкал с тази таблицей, която е на Дэвид Эзинхауэр Можно я вот эту таблицу показать светлую? Нека видим тази таблица, тя е цветна Кто такой Дэвид Эзинхауэр? Но я думаю, по фамилии мы понимаем, что это еврей И кто е Дэвид Эзинхауэр? По фамилии мы разберем, что это еврей Уникальный еврей на самом деле Кто такой Эзинхауэр? И кто е Эзинхауэр? Тридцать четвертый президент Америки Единственный президент, который получил водное крещение в Пресвятерианская церковь Единственный президент, который получил водное крещение в Протестантской Пресвятерианской церкви Это был Божий человек Который совершил такие великие дела Который совершил великие дела И оставил после себя такое великое наследие И след себе си оставил одно великое наследие И так же оставил после себя вот эту таблицу Понятно, что как президент он был очень занят многими делами График его был просто завален и он не исправлялся. И он решил создать для себя, именно для себя, такую таблицу, которая бы помогла ему разобраться со всеми этими делами. И посмотрите, по горизонтально он провел такую горизонтальную таблицу. И вижте, горизонтально, ние виждаме степен на важность, кое и важно, а кое и не е. А вертикально он провел такие ценности, как срочно или не срочно. И понятно, что на первое место он ставил то, что очень важно и то, что очень срочно. А можно еще таблицу увеличить? И здесь вот, например, важно срочно управление кризисами, то есть, когда наступает какой-то кризис. Критические ситуации. Различные критические ситуации. Неотложные проблемы. Спешные проблемы. Использование внезапных возможностей. Вы знаете, в какое время мы сейчас живем? Мы живем во время внезапных возможностей. Для кого-то это страшное время, а для христиан это время внезапных возможностей. И еще проекти с жесткими сроками реализации, когда что-то надо в плотный срок выполнить. Проекти с много твърди сроков за реализация. Это то, что надо сделать важно и срочно. Сбоку вы можете прочитать. Это надо сделать сразу. Давайте мы посмотрим зеленый квадрат. То, что важно и то, что не срочно. Это что-то надо проанализировать. Нечто, которое надо анализировать. Дать оценку. Да дадем оценка. Создать определенный план. Да создадим определен план. Смотрите. Сюда же входят восстановление сил, отдых. Это очень важно. Тук също влиза восстановявание на сили и почивка. Това е много важно. Потому что статистика говорит о том, что люди, которые не отдыхают. Защото статистиката казва, че хората, които не си почиват. Они очень быстро вывиваются из силы и просто сходят с трассы. Те много бързо се измарят и излизат из ван релсити. Поиск новых возможностей и идеи. Тресение на новые возможности и идеи. Сюда же входят обучение и развитие. Тук влиза обучение и развитие. И на последний месяц стоит выстраивание взаимоотношений со значимыми людьми. И изграждание взаимоотношения с значимыми хорами. Этот пункт обозначен как в таблице Дэвида Эйзенхаура. Он поставлен на второе место или под буквой Б идет. Този пункт в неговата таблица е на второе место. Давайте мы посмотрим квадрант С. Неважно и срочно. Немножко можно поднять? Нека погледим третия квадрант. Неважно и неиспешно. Но срочно, да. Отвличение от приоритетных задач. Отвличение от приоритетните задачи. Реакция на события, ответы на звонки, письма, вопросы. Реакция на события, отговори на обаждания, письма, вопросы. Некоторые навязаны встречи. Когда ты просто оказался ненароком на какой-то встрече, которую ты не планировал. Предстоящие неотложные дела. Необязательные совещания. И, наконец, на последнем месте, под квадрантом Д. И на последнем месте в квадранте. Я забыл сказать, что под желтым квадрантом, сбоку написано, препоручите. То есть, если у тебя есть возможность, это можно кому-то делегировать. И, наконец, серый квадрат, неважно и неисрочно. Мелочи отнимающие время. Неэффективный отдых. Когда вроде бы поехал на отдых, а ты не отдыхаешь, а постоянно продолжаешь думать о своих делах. Която все едно отиваешь на почивка, обаче продолжаешь в същия момент да си мислиш за делата. Продолжаешь висеть на телефоне и разрешать какие-то конфликты. Постоянно да висишь на телефона, да разрешаваш някакви конфликти. Случайные звонки. Случайные уважнения. Прочтение ненужной почты. Убивание времени в различных формах или форумах. И сбоку написано, сделать позже. И у остальных пишет, если направить по косну. Или еще лучше не делать вообще. Или найти доброе из общего донесать правиль. Ну, вы знаете, что говорит статистика? Ну, знаете ли, как вы указываете статистика? Что больше всего времени у людей занимает и уходит на серый квадрат. Знаете, когда я столкнулся с этой таблицей. Я начал анализировать свою жизнь и вот так, ну, отсеивать то, что не нужно мне. То, что не важно. Да анализируем мой живот и да примахвам на эти неща, които не са важны, които не ми трябват. Я был ошеломлен, сколько ненужных вещей я делаю вообще в течение дня. И аз бях много потрясен, колко ненужные неща правя през дня. Или насколько меня можно от важных дел отвлекать совершенно неважные, ненужные и несрочные дела. Или как неважните и неспешните дела могат да ми отнем от времето, от тези неща, които са ми важны. И опять же статистика говорит о том. И статистиката говорит за то, что самыми эффективными людьми являются те, что на эффективности хора се явят унези, кто живет в красном и зеленом квадрантах. То есть они действительно делают важные и срочные дела. То есть те наистина извършват важные и успешные дела. И те наистина правят на втором месту важные, но неспешные дела. Иногда отвлекаются на неважные и срочные дела. И совсем не отвлекаются на серый квадрат. Жизни этих людей становятся очень эффективными. Они становятся очень продуктивными. Я специально решил открыть эту таблицу для вас, чтобы жизнь наших прихожан в нашей поместной церкви стала еще более эффективной. Но я бы хотел подвести библейское основание. Не просто как бы вырывая из текста, из контекста Библии, а действительно мнение Иисуса Христа по этому поводу. Вы хотели бы услышать мнение Иисуса Христа? Давайте мы открываем Евангелие от Матфея. Шестая глава с 25 стиха. Иисус Христос здесь говорит. Почему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды. Ну, я думаю, что мы все знаем прекрасно эту Нагорную проповедь. Здесь Иисус Христос говорит о том, что в вашей системе ценностей одежда и еда не должна стоять на первом месте. Иисус Христос говорит, что это не настолько важно. Можно так сказать, что... Можно смело назвать это плоскими какими-то вещами. Что важно для Иисус Христа? Давайте мы прочтем с 33 стиха. Иисус Христос здесь говорит. Иисус Христос здесь говорит. Ищите же прежде Царствие Божие и Правда Его. И это все приложится вам. То есть вот эта одежда, еда... Она идет как прилагательная к тому, что я нашел правду Божию и Царствие Его. И смотрите, что Иисус Христос говорит о времени. И как вы оказывает Иисус Христос за время-то. Итак, не заботись о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. 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 О чем нам важно заботиться каждый день? За какое важно да сегрижим всякий день? Очень важно осознать. Мне нравится, в Болгарии есть очень хорошая такая поговорка. Много и важно да осознаем. Во Болгарии много Михаля своей дна пословится. Няма утре, всичку и днес. Не будет завтра, все сегодня. Да, если так более подробно перевести, завтрашнего дня не существует. Ну, надо жить так, как будто бы завтра и не настанет. Все только сегодня. Все только сегодня. И поэтому сегодня, когда ты живешь одни днем, ты будешь делать самые значимые, самые важные вещи для себя, второстепенные. Ну, ты будешь думать так, что, ну, только не сегодня. Потому что сегодня у меня последний, самый важный день. Я хочу в этом дне прославить моего Господа. Прожить как для Него. Когда мы живем днешний день, мы знаем, что нужно сделать все сегодня. Это самый важный день для нас. Не имеет значения, как будет случиться в утре. Еще, что очень важно, это найти правду Иисуса Христа. И еще нечто, которое намного важно, потому что у нас, у каждого из нас своя правда на этой земле. Защото всеки от нас има своя правда на тази земля. И кто-то очень хорошо сказал, у каждого человека своя правда. И някой много добрее сказал, че всеки човек си има своя истина. Но истина одна. Но истината всъщност е една. Поэтому очень важно найти истину. И затова е много важно да намерим истината. А наша истина это кто? А наша истина е кой? Наша истина е Иисус Христос. Истината не е Иисус Христос. Аллилуйя. Итак, мы сейчас проясняем приоритеты важности. И сега ние разглеждаме приоритетите на важность. Спроси у себя, что важно? И нека се питаме, кое е важно за мен. Что важно для меня? Найти Божие царство. Да намерим Божието царство. Найти Его правду, правду Божьего царства. Да намерим Неговата истина, истината на Божието царство. И еще, что очень важно, это что имеет отношение к вечности. И още нечто, което е много важно, кое има отношение к вечността. Лично я бы добавил в эту таблицу понятие вечности. Имеет ли это отношение к вечности? Или это временное явление? Понимаете, о чем я? Потому что если это только на вот эту жизнь мою, на время, то оно просто пройдет. А если оно имеет отношение к вечности? То это важно. Такой простой пример. Мое тело временно. Аминь или не аминь? Библия говорит, ну, проживет человек 70, ну, максимум 80 лет. Соломон пишет в притчах. А потом все равно умрет. Ну, там, пусть 120 лет проживет. Максимум. Но в основном люди живут 70, 80 лет. А что вечно? А кое и вечно. А вот моя душа, душата ми, она вечна. Аминь или не аминь? Она вечна. Вот я из тех людей, кто видел свое тело со стороны. Аз съм от тези хора, които са виждали тялото си отстрани. Я видел, что как, ну, моя душа выходила и смотрела на тело из-под потолка. Аз съм виждал, как душата ми излиза и гледа тялото ми от тавана. Когда я вернулся в тело, я понял, что вот, мое тело, это не есть я. Я могу сегодня, как апостол Петр сказать, это всего лишь временная храмина моя. Временная храмина. А то, что вот выходила, эта душа, она предназначена и создана для вечности. Куда моя душа пойдет после смерти? Куда моя душа пойдет после того, как это тело умрет? Вот об этом надо заботиться. Аминь или не аминь? Аминь или не. Потому что если думать так, что да, я живу, как хочу. Живу так, как мне важно. И что там люди говорят или что Бог думает мне не важно. И живет человек, как хочет. Но куда пойдет его душа? Еще один важный вопрос. Я прочитаю это место во втором послании к Аримфинам. Я прочитаю следующее место, второе послание к Аримфинам. Четвертая глава. Четвертая глава. Шестнадцатого стиха. От шестнадцати стих. Перевод есть, да? Шестнадцатого стиха. Написано так. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим... Когда? Кугато. Да. Запятая стоит. Производит в нас в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Аминь. Слава нашему Богу. Слава на нашему Богу. Это место из Писания говорит о том, что нам очень важно смотреть на то, что невидимо. Что срочно? Куда мы все спешим? Что мы торопимся сделать? В прошлый раз приводил такую притчу, которую обычно в мире произносят. О том, что важно человеку в этой жизни успеть сделать. Еще раз коротко повторю. Построить дом. Посадить дерево. И вырастить... Ну, в классике звучит сына. Но, я думаю, чтобы не обидите у кого только дочки, да, что и... Дочери тоже входят в это число. Но, за да не обидим тези, които и дъщери, дъщерите също влизат. Но, чтобы не обидить тех, у кого может быть по каким-то причинам нет детей, Но, за да не обидим онези, които осенят деца. Опять же, Библия дает нам очень хорошую надежду. знаете, в армии эту поговорку немножко трансформировали в другую сторону в армии в армии это тази пословица трансформировали по малку другу начин в казармата что важно построить тещу вырастить живот ну это короче я даже не хочу армейский чистый юмор такой я это слушал в армии я немножко это по христиански трансформировал еще раз повторю эту мысль о том что любому христианину в своей жизни важно построить служение которое основано на его даре который дан Богом и приносит обильный такой плод радости, святости носит много добрый плод на радость и святость второе очень важно чтобы в жизни христианина было дерево жизни и второе нечто много важно в живота на един христианин да има дарвото на живота так Иисус Христос нам обещал что из чрези ваших потекут реки воды живой Иисус Христос обещал что от наше сердце что от нашего сердца живите реки чтобы эта река текла и чтобы она давала жизнь людям это благоствование это Слово Божие это свежее откровение которое стекает с неба И третье, что дает надежда тем, которые, может быть, по каким-то причинам не имеют физических детей. В Боге мы получаем способность рождать духовных детей. И не важно, мужчины, женщины. Мы можем беременеть. Ни можем потом, как апостол Павел сказать. И можем след това, как апостол Павел, да кажем, че сме родили чрез благовествованието. Или в другом месте апостол Павел говорит, я насадил. Аполос поливал. Апостол Аполос. А взращивает кто? А взращивает все Бог. Бог изгражда всичко. И вы знаете, на самом деле, вот исторические факты говорят о том, что Аполос обладал невероятным красноречием. И исторические факты говорят за то, что Аполос имал много красноречивых речей. Его невозможно было не наслушаться. Он просто очень был такой благодатный человек. И не может ли да му се наслушат? Был много благодатен человек. Он буквально поливал аудиторию вот этой благодать. Той буквально поливал хората с тази благодать. С свежим откровением с неба. С свежим откровением от небето. Но взращивает Бог. Но отглежда всичко с Бог. Я тоже придерживаюсь этого принципа. А също все придерживам към този принцип. Моя задача е благовествовать. Моята задача е да носи благовествовать. Насадить церковь, да основать церковь. Да изградя, да положа основата на церковь. И потом каждое воскресенье, еще лучше, несколько раз в неделю, поливать. Обильно поливать. След това всяка неделя или няколко пъти на седмица да поливам. Поливать те семена, которые были посеяны. Да поливам у нези семена, които са били сеяны. И наблюдать как взращивает Бог. И да наблюдавам как Бог отглежда. Аминь или не аминь. Бог взращивает. Бог отглежда, изгражда. Я не взращиваю. Аз нищо не правил. Я могу там что-то немножко подправить. Там сорняки, там повыдирать. Паразиты какие-то появились. Повыбрасывать их, да? Аз могла малку да поправя. Да напрыскам. Се избавил от паразитетей. Но это Божий принцип. Это принципы Божьего царства. Но твоя принципа на Божье царство. Твое Божье принцип. Итак, я иду к концу. Что действительно важно сегодня? В темном крае. Кое на истинное и важное днес. О чем мы сегодня говорим? За какого все говорим днес? Давайте я скажу про время. Это написано в 118-м псалме. Самый длинный псалом. С 53-го стиха. Не буду читать весь псалом. Не буду читать целый псалом. Потому что только чтение может занять около 10 минут. Самый чтение не то, что тебе будет, не имею около 10 на минуте. С 53-го стиха. Псалом 1-й с Давид восклицает. С 53-й стих. Давид восклицава. Ужас обладает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствования моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял я о путях моих и обращал стопы моих к откровениям Твоим. И смотрите, к чему спешил Давид, царь Давид, псалмопевец Давид. Спешил и немедленно соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. Два раза здесь Давид восклицает о том, что он спешил. Два пыти Давид тук казва, че той е бързал. Размышлял о путях, и в 60-м стихе опять повторяется. Спешил, немедленно соблюдать заповеди Твои. В 60-ти стих той пак повторя, че е бързал. Вы знаете, это актуально не только для Ветхого Завета. Торопиться соблюдать заповеди, приказы Божии. Можно так сказать, че царь Давид бил очень мощным прообразом Нового Завета. Он очень хорошо слышал голос Божий. И водил с Духом Святым. И здесь, в 60-м стихе, приводится такой прообраз. И тут в 60-ти стих се говори за един прообраз. Он спешил, то е бързал, соблюдать заповеди Бога. Это конкретно прообраз водительства Духом Святым. Что такое водительство Духом Святым? Какво значи да се водиш от Святия Дух? Как вы думаете, как ваше мнение? Какво е ваше мнение? Это спешить исполнять заповеди Иисус Христа. Това е да бързаме да исполняваме заповедите на Иисус Христос. Иисус в Духе говорит Филипу, иди на ту дорогу, которая пуста. Что это? Это заповед прозвучало. Приказ, повеление. Что сделал Диакон Филип? Он все оставил и пошел. На ту дорогу, которая была пуста. И по которой давно уже никто не е ездил. Почему Диакон Филип е направил това? Потому что в его системе ценности было важно услышать голос Божий и исполнить. Давайте я прочитаю то, что не надо спешить делать. Об этом тоже Библия говорит. В книге притчи. 28 глава. С 18 стиха. Кто ходит непорочно, тот будет невредим. А ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насытится нищитое. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду. И повторяется опять же. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Очень серьезное такое предупреждение к тем людям, которые именно спешат. Това е много хубаво предупреждение за унези, които предстояло то время бързат. То есть по которым в системе приоритетов таблицы поставили о том, что срочно надо разбогатеть. За които спорят таблицата на ценностите и много важно да забогатеят, например. Любими путями и любими способами. По всякакъв начин. Не важно, правда или неправда. Не важно, дали истина или не. Или так же Соломон пишет. Наследство захвачено с поспешностью не благословится в последствии. Сложно така Соломон казва, че наследство, което е захвачено с поспешностью, захвачено с сбрзане, няма да се благослови в последствии. Я уже заканчиваю. К чему мы приходим? Давайте мы откроем второе послание к Тимофею. Последнее место из Писания. Так, сейчас я найду. Второе послание к Тимофею. Четвертая глава. Четвертая глава. Шестнадцатого стиха. От шестнадцати стих. И здесь написано так, апостол Павел пишет. И апостол Павел пишет. Ой, да, второе послание к Тимофею, четвертая глава, с первого стиха. От шестнадцатого стиха. Итак, заклиная Тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещивай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен и во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняя служение Твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. К подвигам добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явления Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один лука со мной, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихийка я послал в Эфес, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. По 18 стих. При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили. Смотрите, апостол Павел тоже был, как Иисус Христос когда-то, оставлен. Апостол Павел слышал, как-то Иисус Христос некого и был оставлен. И все меня оставили, апостол Павел пишет. Да не вменяйся им. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных чулестей. Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Слава нашему Богу. И дальше апостол Павел пишет о тому, кого приветствую. И кого принимать. Слава нашему Богу. Что мы сегодня открыли. Я бы хотел сегодня дать ключ. О том, что моя проповедь сегодня называется матрица времени. Моя проповедь сегодня называется матрица на временем. В основном о том, как распоряжаться временем. В одном месте в Евангелии написано о том, что време лукаво. И в одно место в Евангелии напишет, что време лукаво. В втором послании Тимофей, то что я сейчас прочитал, послание Тимофей написано, проповедуй слово вовремя и не вовремя. Торопись с нести благовестие. И вы знаете, вот, ну, в моей таблице на первое место выходит то, что относится к вечности. И то, что мы, к сожалению, не можем пощупать, увидеть. Но Слово Божие говорит, не смотрите на видимое, которое временное, которое тленное. А смотрите на невидимое, потому что невидимое вечно. И кто помнит определение веры? В 11 главе, в первом стихе, послание к евреям. Который, кстати, предположительно, так, теологи говорят о том, что, возможно, и он мог написать апостол Аполлос. И смотрите, первый стих, он звучит так. Вера же есть. Осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Сигурността в невидимото. Чуть-чуть позже в этой же главе вы можете увидеть стихи невидимые, написанные с большой буквы. Малко по-нататък в същата глава вы можете да видите стихове, че невидимите се пишат с заглавна буква. И вот здесь вы знаете, вот это определение, оно очень четко дает понять о том, что... Нашим приоритетом очень важно, чтобы было... И тук тези думи много ясно не дават да разберем, че... Чтобы через нас кто-то начал осуществлять... Через нас треба някой да започне да осуществява... Свою волю. Своята воля. Свои желания. Своите желания. Свои планы. И своите планове. И для этого нам надо ему полностью целиком доверять. И за това не е нужно напълно да се доверим на Него. Быть уверенным в невидимом. И да будем сигурни в невидимите. И смотрите как получается. Я доверяю с невидимом Богу. И аз се доверяю на невидимия Бог. И Он начинает через меня осуществлять свои планы. И Той започва через мен да осуществява своите планове. И это должно стать моей жизнью приоритетом. И това трябва да стане приоритет в моем животе. Не отдаваться в потоку времени. Не да се отдавам на потока на времето. Как бува с наркозависимыми или с алкогольнозависимыми. Както се случва с алкоголиците или наркозависимите. Принял дозу и поплыл по течение. Приел е доза и уйти по течението. И където му стигне душата. Ему уже все равно. На Него не му пука. А принципът на верта се заключава в това да вярваме на Бога. И тогава в Божьиите лица ти се вознасяш над времето. Амин или не амин? Потому что Бог создал време для нас. Защото Бог и създал времето за нас. Създал его на малое время. И го и създал за кратко. Для Него време ето вот так вот. Ну просто. Жизнь человека как пар являющийся на малое время. Апостол пишет. Пробуй. Жизнь человека пролетает вот так просто в лед. Задумайся сегодня, для чего ты живешь. И се замисляйте за какво живеете днес. Что ты делаешь? Какие твои ценности? Какво правишь и какви са твоите ценности? Возможно для Бога не имеют вообще никакого значения. Може би за Бога нямат никакого значения. Дух противица плоти. Духът се противи на плотта. Плоть противица духу. Плотта се противи на духа. Написано, не мечтайте о себе, возлюбленные. И пише, да не мечтаем за себе си, возлюбленные. Плоть мечтает о своем. Плотта мечтает за свое си. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть на плотта, похоть на очите и гордостта. Что такое похоть? Какво е похотьта? Это очень сильное хотение. Това е много силно искане. Глаза что-то захотели. Учити ви искать нещо. Плотта ви искать нещо. Понимаете? Разбирате ли? Потому что человек огромно раздута я. Защото човекът има много голямо аз. Аз искам. И никто мне не помешает. И никой няма да ми попречи. И начинает просто вот этого завоевать буквально. И започва да завоеват в нечто. А то, что хочет дух. А това, което иска духа. То, что хочет невидимый Бог, очень часто может нам совершенно не нравиться. А това, което иска невидимый Бог, много често не ни се нрави. Даже Иисус Христос произносит такую фразу. И даже Иисус Христос произносит следната фраза. Отче, да минует меня чаша сия. Но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Иисус не хотел идти на эту страшную смерть, на самом деле. Он знал, что Его ждет. Но ради того, чтобы Божият план был завершен, Иисус это сделал. Скажи Аминь. Потому что это правда. Защото това е истина. Это Божия правда. Това е Божията истина. Поэтому проверяем свои приоритеты, ценности. И за това нека проверим нашите ценности, приоритети. Что не нужно смело выбрасываем. И оно, което не е нужно, да го изхвырлим. И может быть то, что для меня было важно, совсем не важно. И может быть то, что раньше для меня было не важно, сегодня становится важным для меня. И оно, което не было важно за меня, преди и сега, ще стане важно. Происходит какое-то осознание. Знаете, я хотел бы, знаете, вот, чтобы сегодня какая-то практика была. А с днём бих искал, да имаме някаква практика. Мы недавно вернулись с отдыха, мы с Натали ездили на Балканы, в Троян. Наскоро си върнахме от почивка. Преди някога година ходихме с Натали на Балканите. И я там практиковал то, что я в прошлый раз проповедовал. И там аз практикувах оно, което проповедах миналия път. И я сегодня радуюсь тому, что у меня есть. Аз днес се радвам на това, което имам. Знаете, я радуюсь тому, что здесь, в Балгарии, есть церковь для русскоговорящих. Единственная церковь на всей территории Балгарии. Единственната церковь на цялата территория на Балгарии. Для русскоговорящих. Нет больше ни одной церкви для русскоговорящих на всей территории Балгарии. Няма още нито една церковь в Балгарии за русскоговорящих. И я рад, что мы с Натали это сделали, что мы основали такой церкви. Нужна ли такая церковь? Здесь, в Болгарии. Но это надо у болгарств спросить. Но я хочу сказать, что Бог через это испытывает болгарскую нацию. Потому что Евангелие говорит, будьте страноприимными, принимайте странников. И вы знаете, я наслаждался от того, что у меня, ну я так скажу, что у меня самая прекрасная жена на земле. Потому что еще раз повторю мысль, что когда мы недовольны, от моего недовольства это не становится лучше. И как правило, со временем я теряю то, чем я недоволен. Но когда я доволен, когда я рад, это в моей жизни утверждается. Поэтому будьте довольны, братья и сестры. У меня самая прекрасная дочь на земле. Это правда, я в это верю. И о том, что я так верю, она становится еще лучше. Благословляю. У меня самый прекрасный сын. У меня самая прекрасная сестра. У меня самый прекрасный бизнес. И так далее и тому подобное. То есть я доволен тем, что Бог мне дал. И от того, что я доволен, Бог это умножит. И Бог обставил меня со всех сторон, нашу семью. Бог е уградил от всички страны нашето семейство. И я благодаря Му за это. Я саму благодарен за това. Спасибо большое за внимание. Благодарю много за внимание. Будьте благословенны. Сейчас у нас хор споет одну песню. Наши хорщи спеют одну песню. И потом у нас будет трансляция.